Инвестиционная программа РГИЁНУ на 2020 год уключает свыше 140 объектов, проектования, будавництва, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт, яких плануется жасовлять за кошта областного бюджету. Гэта один из многих пунктов документа, який трапил на разгляд и затвержение сессии Грозенского областного совета депутатов. Сустреча пройшла у поширенном формате и с уделом керавництва в области. Больга Пранкевич, Падрабязни. На объекты будавництва в 2020 годе за областного бюджету плануется накеровать каля 133 миллионов белорусских рублёв, з яких каля 77 миллионов на жильё. Завыше 50 миллионов рублёв будет выделено на объекты социальной инфраструктуры. У приватности протягнется увядение станции обезжалезвания. В 2020 годе их плануется побудовать больше 40. Самое главное – это, конечно же, экономика. Будет развиваться экономика, будет пополняться наш бюджет. Будут средства для реализации тех планов и задач, которые мы наметили в социальной сфере. Это строительство объектов здравоохранения, их технологическое переворужение. Это строительство объектов образования. Спортивная инфраструктура должна развиваться. У центра уваги – развитие системы оховы здоровья. Сё лето сродкин без программы будут накереваны у тем лику на увядение новой поликлиники у Альшанцы Гродна. Реконструкцию будинка у городской больницы номер 3 под областной откологичный диспансер. Капитальный ремонт и модернизацию хирургического корпуса ЦРБ Либи. Не застанется поза увага и сельская господарка. Аграриями делается всё для того, чтобы уже в наступившем 2020 году сделать все необходимые мероприятия или провести все необходимые мероприятия. Это заготовка минеральных, органических удобрений, семенной фон. Для того, чтобы весенние пассивные провести оперативно, в сжатые сроки, максимально использовать весеннюю влагу. А её в последние два года уже очень здорово не хватает в почве. Поэтому вот эти моменты надо учесть, чтобы получить результат, на который мы рассчитываем. На областной сессии депутатов были расследжены выники социально-экономичного развития региону у 2019 года. Визначены задачи на 2020. Означалось, что большинство ключевых показчиков эффективности было выполнено. У приватности назирался спрогнозованный рост заработной платы. Серьезно и повелищился экспорт товаров в послух региону. Особная увага была нададена и туристичному потенциалу Гродянской области. Самый важный вектор, на который мы последние годы обращаем внимание, это развитие туризма. Туристическая инфраструктура, гостиничный бизнес, все сопутствующие направления должны развиваться, чтобы наш город Гродно и Гродненская область стали ещё более привлекательной для иностранных туристов. По выниках працы 2019 года на сессии были названы и узнагороджены лепшие сельсоветы, вязковые старосты и комитеты самокерования в области. Всего в 2019 году у нас приняло участие 64 сельских совета в конкурсе, 79 старост и старших агрогородков и 22 комитета территориального самоуправления. В целом у нас победителями стали 11 районов, имеются сельских советов или старост, и два лучших комитета территориального самоуправления. Будовничество детского садка и школы в микрорайоне Грандичи у Гродня, капромонт объекта, эдукацию в области, будовничество тенісных кортов у Гродня и масштабная реконструкция стадиона у Боковиску. Рестаурация историко-культурных объектов у Тимліку замка у Гродня у Новогрудку. На встрече с депутатами старшиня облевиканка Маул Владимир Крауцов отзначил, что в 2020 году в регионе протягнется финансирование значительных социальных программ, что застается приоритетом для региона. Субтитры создавал DimaTorzok